Сегодня еду в так называемый русский магазин. Не знаю, почему его называют русским. Ну, так, наверное, повелось. Там, значит, есть все продукты, по которым мы обычно очень сильно ностальгируем. В частности, это селедка, творог наш, к которому мы привыкли. Есть наш алкоголь, к которому мы привыкли. Мясо на развес, в принципе, очень хорошее. В принципе, очень даже много чего. Шипочки с зеленью. Конечно, не такие, как в турецком магазине. В турецкий магазин я еще планирую поехать и тоже сделаю видео. Ну, в общем, поедем и посмотрим, что-то есть. Сначала еду, забираю свою новоиспеченную здесь подругу, знакомую. И мы поем туда вместе. Вот она решила сделать окрошку. Такой себе весенний суп, хоть сегодня и достаточно прохладно. За некоторыми продуктами, конечно, мы ездим вот в такого плана магазины. Еще, в принципе, мне там очень нравятся овощи. Они действительно вкусные, сочные, насыщенные. Не знаю, насколько все натуральное. Нужно посмотреть по маркировке. Маркировка указана на продуктах 1, 2, 3, 4. Вот. И, собственно, будем что-то вкусное сегодня готовить. Поехали. Я попробовала арбуз. Малой так понравился. Слушай, это же не арбуз, это же дынники. А, да? Вот такой? Ей так понравился. Слушай, надо будет взять попробовать. А большой арбуз будет дешевле. Он 3 евро килограмм получается. Но здесь арбузик такой затянет, наверное, килограмма на 4. Капустка. Эти арбузики большие подешевле. Нужно взять капустку. Капусту пирожки? Да, пирожки. Пирожки? Да, тушеная капуста с грибами как вкусно. Как ты можешь сделать пирожки, где это не пирожки? А, что? На сковородке. Так. Помидоры. Надо взять помидоры. Слушай, я покажу. Я вот этот чеснок брала. Очень хороший он, потому что цельная одноголовка. Это за килограмм или за штуку? Штука, первый класс. Это, наверное, за штуку длинные. А вот это вот за килограмм 3 евро. А, 1 килограмм, да. Потому что я взяла только шофе, не био, за евро. Вот, видишь? А я вот эти больше люблю, как роднички наши. Битболчики. Синие, кстати, синие недорогие. Ну, практически все первого класса. Тыкву можно взять с петельной кашей сделать. Кстати, свекла практически во всех немецких магазинах продается очищенная, сваренная, сразу регерметизированная. А здесь можно взять на разведку, что, в принципе, мы и сделаем. Слива, виноград, кстати, вот такой вот дамский пальчик, если не ошибаюсь. Зелень. Вот самое главное, удивительное, это то, что вот так вот, не во всех магазинах можно взять зелень. Ну, мы сейчас возьмем груши, яблочки такие вкусные, орехи можно взять на развес тоже. И тут вот самое классное, это вот конфетки, кто скучает за такими, 100 грамм 59 центов, они легкие. Халва. Полюшка. Всякие конфетки, какие вкусные. Прям совсем все снимать не буду, проходить, ну, в целом, вот, чтобы знали, где что можно взять. Вкусно. Вкусно. Продолжение следует... 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 и получается рыба вот видишь 885 сразу вышла до эта рыба дорогая и что-то еще самое дорогое это пельмени 519 ну слушай они за 519 должны быть обязательно вкусными и колбаса на окрошку 4 евро а кефир ты себе взяла на окрошку ты на квасе все яблоки да но яблоки кстати недорого тут вообще огурцы помидоры у меня должны были выйти всего прилично вот помидор у меня вышли 365 444 нет вот видишь томаты не у меня вышли 364 сон а это я поле еда что-то тут еще нормально так если не брать мясо и не брать колбасу да 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 мы брали мясо выбрали мясо в прошлый раз закупали но мы на неделю закупали у нас вышло где-то порядка 70 евро но то еще муж был дома соответственно да цена была такая мне сказали что чтобы нормально кушать это 100 евро в неделю на семью и так вот вердикт 100 евро на неделю значит месяц 400 евро на еду чтоб нормально кушать мне кажется что у нас идентичные цены плюс-минус вот так вот мы затарились